Вниманию компании-экспортеров, осуществляющих свою деятельность в Республике Узбекистан. Возможности перевозки грузов автотранспортным средством. В нашей Республике насчитывается 1035 автопредприятий, занимающиеся грузоперевозками на автотранспорте, общий парк которых составляет 10 883 грузовых автотранспортов. Из существующих грузовых автомобилей – 2672 рефрижераторные, 6556 тентовые и 1034 бортовые автотранспортные средства. Суммарная мощность грузоперевозок на существующих автотранспортных средствах составляет 217,6 тысяч тонн за рейс. И это означает, даже в случае, если грузовые автотранспортные средства совершают рейс один раз в месяц, что имеется возможность перевозки 2,6 миллиона тонн грузов в год. Из-за пандемии ряд стран в настоящее время внедряют ограничения на движение автотранспортных средств через свои территории. В частности, движение грузовых автотранспортов в китайский город Урумча через Туркменистан, Иран, Афганистан и Кыргызстан временно ограничены. На данный момент имеется возможность доставки грузов в пункты назначения по следующим направлениям. Первое направление. От пограничного контрольно-пропускного пункта Даут-Ота в республике Каркал-Пакстан через порт Актау в Казахстане и Каспийское море направляется паромом в порт Баку в Азербайджане, а оттуда через грузию в порты Стамбула и Мерсина в Турции. Расстояние по данному маршруту составляет более 4400 километров, а срок доставки грузов – 15 суток. Второе направление. Только по суше в направлении Узбекистан, Казахстан, Россия, Грузия и Турция имеется возможность движения в европейские страны. По северо-западному направлению также можно добраться в европейские страны через Узбекистан, Казахстан, Россию, Украину. Следующее направление – возможность перемещения в европейские страны через Республику Беларусь. Грузоперевозчики в Китай могут доехать до города Урунче через казахстанский пограничный контрольно-пропускной пункт Харгос. Расстояние по данному маршруту составляет 1850 километров, а срок доставки грузов – 5-6 суток. Также по восточному направлению через Казахстан можно двигаться в российский порт Находка. Расстояние по данному маршруту составляет 8350 километров, а срок доставки грузов по данному маршруту – 15 суток. Возможности перевозки грузов по железной дороге заключаются в следующем. На сегодняшний день в нашей Республике насчитывается 5616 крытых вагонов, 1055 рефрижераторных вагонов, 274 термосных вагонов. Грузоподъемность варьируется от 41,5 до 68 тонн в зависимости от типа вагонов. Грузоподъемность рефрижераторных вагонов составляет 45 тонн, и все вагоны способны перевозить 47 тысяч тонн груза одновременно. При этом можно перевозить в среднем более 140 тысяч тонн грузов в месяц. В 2020 году в рефрижераторных отделениях предоставлены скидки до 50-75% от действующих тарифов на перевозку. Плата за доставку, уборку вагонов и за услуги станции отменена. Льготный период загрузки составляет от 1 до 4 дней. На сегодняшний день железнодорожное движение через территории некоторых государств временно ограничено. В частности, движение по направлению Туркменистан, Иран временно ограничено. В настоящее время перевозки грузов железнодорожным транспортом осуществляются по следующим направлениям. По Транскавказскому коридору через Каракалпакстан от порта Актау в Казахстане и порта Баку в Азербайджане в направлении Грузии и Турции осуществляются мультимодальные железнодорожные перевозки. Расстояние по данному маршруту до порта Поти составляет 2667 километров, а срок доставки грузов достигает до 13 суток. Расстояние маршрута до порта Стамбул составляет 4230 километров, а до порта Мерсин — 4030 километров. Срок доставки грузов по данным маршрутам составляет до 14-15 суток. Можно проехать через Казахстан в российский порт Новороссийск. Расстояние по данному маршруту составляет 3550 километров, а срок доставки грузов — 11 суток. Существует возможность транзита с территории Казахстана и России в морские порты Балтики, в частности порты Санкт-Петербург, Таллин, Рига, Клайпеда. Расстояние по данному маршруту в среднем составляет 4500 километров, а срок доставки грузов — 14 суток. Кроме этого, есть возможность направлять грузы в страны ЕС железнодорожным транспортом через Брестскую железнодорожную станцию Республики Беларусь. В южном направлении есть возможность доставлять грузы по железной дороге в афганский город Мазари-Шариф. Расстояние по данному маршруту составляет 933 километра, а срок доставки грузов — 2-3 суток. В северо-восточном направлении есть возможность доставлять грузы в порт Находка через территории Казахстана и России. Также в восточном направлении существует возможность выхода к китайским портам Лянь-Юньган и Шанхай через пост Хоргос в Казахстане. Возможности грузоперевозок воздушным транспортом. В распоряжении национального авиаперевозчика имеются два грузовых самолета Boeing 767, предназначенных для перевозчиков карго, и шесть других пассажирских самолетов Boeing 767-300 с возможностями грузоперевозок. Грузоподъемность каждого воздушного судна, предназначенного для перевозки карго, составляет 50 тонн, а грузоподъемность пассажирского самолета — 25 тонн. Дальность полета воздушных судов достигает до 7000 километров. Существующие воздушные судна способны перевозить 500 тонн груза в день и 15000 тонн в месяц, выполняя рейсы два раза в день. При перевозке продуктов, относящихся к группе скоропортящихся грузов, температурный режим поддерживается от плюс 2 градусов до 15 градусов. В настоящее время осуществляются грузовые авиарейсы из международных аэропортов Ташкент и Набаи, в города Российской Федерации, а также в Объединенные Арабские Эмираты, КНР и Турцию. Экспортерам покрывается увеличенная часть транспортных расходов при экспорте своей продукции агентством по содействию экспорту при Министерстве инвестиций и внешней торговли путем компенсации. Для подробной информации Плюс 998.71.252.16.75 Предприниматели, занимающиеся международными грузовыми и экспортно-импортными операциями в случае возникновения проблем при определении наиболее оптимальных транспортных маршрутов и перевозок могут связаться с телефоном доверия 1167 Министерства транспорта и 7.1.238.5252 Министерства инвестиций и внешней торговли.